Здравствуйте, друзья мои! В последнее время самыми популярными рубриками в публикациях журналов, интернет-страниц стали подборки, например, «10 правил жизни» от известного писателя или «5 продуктов, которые нужно исключить из рациона» или «16 величайших книг, которые необходимо всем прочитать». И, наверное, в этой повестке очень хорошо на память будут ложиться те наставления, которые мы читаем на первых страницах Древнего Потеряка. А, как известно, каждая глава Древнего Потеряка или почти каждая глава начинается с наставления Аввы, аввы, монаха, всех монахов преподобного Антония Великого. И вот в первой главе, уже во втором разделе, мы читаем, как Авва-Памво подошел к преподобному Антонию с классическим, с хорошо нам известным вопросом. Авва-Памва спросил Авва-Антония, «Что мне нужно сделать, чтобы спастись?» «Что мне нужно сделать, чтобы спастись?» Мы слышали, что даже к Спасителю подходили с такими вопросами или с похожими. И, конечно же, каждый христианин озабочен прежде всего этим вопросом. Вопросом спасения. Как спастись? И обычно мы, конечно, обращаем внимание на ответ. Но даже в Евангелии, когда мы слышим, например, разговор богатого юноши со Спасителем, меня поражает наравне с ответом Спасителя сам вопрос, что есть люди, которые совершенно искренне переживают о том, как спастись или как угодить Господу, как это было в самом первом разделе первой главы Древнего Патерека. «Как спастись?» И старец отвечает. Отвечает как раз в стилистике современных публикаций. Он дает три пункта, соблюдая которые, можно спастись. Но прежде чем обратиться к этим пунктам, нужно самому себе напомнить, что старцы давали совет конкретному человеку. То есть не какой-то вообще Авва Памва, некий сферический старец в вакууме, подошел к преподобному Антонию. А это был конкретный человек. У него была неповторимая и уникальная биография. Свои определенные таланты, дары от Господа. Свои скелеты в шкафу. У каждого есть они, к сожалению. Свои проблемы и свои страсти, непреодоленные ошибки, которые человек не успел исправить. И поэтому мы никогда не найдем абсолютного ответа, который бы подходил к каждому человеку. Ответы на этот вопрос, как спастись. Мы только подслушиваем чужой разговор. Но бывают такие ответы старцев, которые действительно максимально приближаются по своему весу, значимости, основательности к биографии каждого человека. Как универсальные ключи, универсальные подсказки. И вот преподобный Антоний, отвечая старцу Памве, называет три пункта, соблюдая которые, можно спастись. Вот три пункта. Как спастись? Соблюдай три правила. Не надейся на свою праведность. Кажется, совершенно понятная рекомендация, потому что она бьет по древнейшему из зол, которые только знает человечество, по гордыне, по высокомерию, тщеславию. И уж такая-то лукавая болезнь, что именно религиозные люди как-то страдают ею с завидным постоянством и никак не могут мимо нее пройти. Если уж встречается самый мерзкий тип высокомерия и гордыни или тщеславия, то это религиозные тщеславия или религиозные высокомерия. Увы, наверное, через эту детскую болезнь должен пройти каждый, не надеясь на свою праведность. Но надежда на свою праведность – это то, что в религиозном смысле предельно противоречит Евангелию. Это особенно тонко чувствовал апостол Павел, который говорил, что мы спасаемся ни делами, никакими добрыми делами, никакими заслугами мы не можем спастись. Мы не можем опереться на свою праведность. Нам вообще, людям грешным, немощным, поврежденным, ни на что в себе опереться. Мы спасаемся только милостью Божьей. Или, как говорил наш покойный настоятель, лиц Антоний, живем милостью Божьей. Я как-то эти слова воспринимал раньше просто как некое присловие. Он у нас, отец Антоний, сыпал прибаутками, пословицами, поговорками, очень щедро. Как-то у него был безграничный запас этих присловий монашеских, и не только монашеских, но и армейских даже. А оказывается, действительно, в этой простой и совершенно понятной и часто слышимой фразе очень много правды. Мы действительно живем милостью Божьей. И последние годы для меня наиболее значимой, важной молитвой стала молитва Божия. Милостив. Милостив будем не грешным. Молитва мытаря. Потому что мы только милостью Божьей спасаемся. Сколько бы я не совершил добрых дел, замечательных поступков, одолел там все страсти свои, отек все помыслы. Ничего, ничего. Как будто бы на поле, в котором ты только-только повыдергивал сорняки, а утром встаешь, и все колорады на месте. Все то же самое. Совершенно какой-то, кажется, бессмысленный труд. Нет, не бессмысленный, но регулярный, постоянный. Уж так наша жизнь устроена. Итак, первый пункт. Не надейся на свою праведность. Второй. Не жалея о том, что прошло. Самая странная заповедь, которую я слышал в своей жизни. Не жалея о том, что прошло. Вот третье, понятно. Обуздово языка и чрево. Хотя современному человеку это правило кажется излишним. Ну, зачем? Давайте не будем об этом говорить. Что мы себя будем, знаете, угнетать, обделять. А тем не менее, это очень важное, очень важное правило. Очень важный пункт, который необходимо соблюдать. Да, должна быть сдержанность обязательно в речи, в мыслях. И особенно в еде. И старцы божьи, особенно египетские, наши первопроходцы, старцы-пионеры, они это очень хорошо знали. Но необходимо постоянно, в каком бы ты возрасте ни находился, сдерживаться. Сдерживать свой язык, свое чрево. И об этом древний Патерико очень много говорит. Но такое непонятное второе правило. Вторая заповедь. Не жалей о том, что прошло. Если первая заповедь бьет по тщеславию и гордыне, вторая по отчаянию и унынию. Вот наша привычка скорбеть и впадать в депрессию по малейшему поводу. Вот она как раз об этом. Не жалей о том, что прошло. Да, мы в своей жизни совершаем много ошибок. Есть вещи, от которых очень стыдно. Несмотря на то, что прошло много лет. И особенно, когда бывает бессонница, ты очень ярко вспоминаешь такие эпизоды, от которых просто кажется, сквозь землю надо бы провалиться. А вот старец говорит, не надо себя истязать. И тут даже в этом деле, в сокрушении и в покоении должна быть разумная сдержанность. Ни в коем случае нельзя подвергать себя самоедству. И это касается не только наших ошибок, проступков, но и всего того, что сейчас стало таким первородным грехом для современного человека. Это какая-то неуспешность. Как будто бы, когда ты, оглядывая свою жизнь, говоришь о том, что вот было много времени, потрачено зря. Я не тем занимался, не так жил. И огромные ресурсы, растраченные впустую, это тоже не повод для самоедства. Нету, на самом деле, времени потраченного впустую. Не существует его. И об этом, кстати, старцы говорили очень много. Например, у преподобного Иоанна Лесвичника есть об этом. Немало драгоценных слов, где он говорит о том, что даже если ты впадал в глубочайшие ямы, погрязал по шею в жутких непроходимых топях, но выкарабкавшись, ты все равно можешь даже этот отрицательный опыт употребить на благо ближнему, стать учителем, стать проводником для тех, кто руководствует твоими ошибками, уже не совершит своих, уже пощадит свою жизнь и извлечет уроки из твоих падений. Да, поэтому не надо говорить о том, что потрачены силы, потрачено время, совершены какие-то ошибки. Не жалей о том, что прошло. И еще один момент, который входит в эту заповедь, это, конечно же, то сокрушение совершенно мирское, которое свойственно людям не всегда пожилого возраста. И надо даже зрелым людям, которые переживают о том, что молодость ушла, ноги уже не те, глаза не такие зоркие, зубы не такие свои или не настолько настоящие. Живот уже не переваривает того, что раньше в их больших объемах поступало сверху откуда-то. И не могу я пробежать без одышки ту дистанцию, которая мне была совсем по силам, совсем недавно, не жалея о том, что прошло. Вот этот момент настоящий, он прекрасен сам по себе, что бы у тебя ни было за плечами. Отличная жизнь, карьера, может быть, какой-то пост, где тебя обожали, целовали руки, приносили доходы. Не жалей, ни о чем не надо жалеть, не жалей о том, что прошло. Самое удивительное из заповедей, которые когда-нибудь изрекали уста старца. Да, но в ней очень много мудрости. Итак, вот три пункта очень простых. Как спастись? Как спастись? А вот соблюдай третье правило. Не надейся на свою праведность, не жалей о том, что прошло. И обуздывай, и сдерживай язык, и чрево, и спасешься. Все очень просто.